Надо русский учить. Вот послушайте, я думаю, что когда Олег Блохин с кем-то захочет поссориться, в этом сомнений не будет. А вообще, просто вот такая у него манера говорить. Немножко ворчливая. И еще ему все время кажется, что его пытаются обидеть. Но это отражает не только ситуацию в команде или клубе, а просто вот такой у него темперамент. Уж кого-кого, а Блохина. Давайте понимаем таким, какой он есть. А результаты его работы мы скоро сможем наблюдать самым живым образом. В Испании наша съемочная группа попреседовала с Блохиным и посмотрела контрольный матч Москвы. А кого же тогда снимать, Олег Владимирович, если не вас? Всех остальных мы и так хорошо знаем. Москва-2008 с точки зрения кадрового состава от своего прошлогоднего образца почти ничем не отличается. Кроме Блохина и его тренерского штаба едва ли можно разглядеть хоть одно новое узнаваемое лицо. Вот этот молодой человек, нарезающий круги по периметру поля, дал кипер Поляков. Слыхали о таком? Чуть более популярны два бывших кубанца, уже подписавших контракт Калешин и бразилец Рикардо, которому еще только присматривались. Задачи новые, а исполнители прежние. В поединке с запорожским металлургом в стартовом составе Москвы можно было попытаться рассмотреть некоторые наработки Блохина на предстоящий сезон. Линию защиты, в частности, никакие изменения не коснулись. Все те же Стойко, Окаронква, Будунок и Кузьмин. Зато в середину на место опорного выдвинулся бывший защитник Япуриано. Вместе со Станиславом Ивановым у них получился сдвоенный оборонительный центр. Впереди роль единственного форварда, естественно, выполнял Адамов, которому из глубины содействовал Рикардо. Слева расположился Чижик, справа Калешин. Так стало очевидно трепетное отношение Блохина к старым наигранным связям. То есть одни и однако, конечно, немножко выравниваются. Хорошее движение. В моем понимании хорошее движение. Запорожцы, которых уже на следующей неделе ожидает рестарт украинского первенства, оказались на удивление невнятным контрольным соперникам. Первая же острая атака Москвы вышла голевой. Адамов закатил мяч в пустые ворота в непривычном одиночестве. А через 10 минут дала плоды та самая работа над стандартами. Чижик исполнил прямой удар так, как, дай бог, получилось бы хоть раз в официальном матче. Еще два довольно непринужденных гола последовали во втором тайме, когда составы обеих команд значительно обновились. Сначала эпизод у своих ворот запорол запорожский вратарь, преподнеся бракомонт и сюрприз аккуратно 30-летие. А затем Макси Лопес окончательно добил переставшего себя утруждать соперника. 4-0, голы как семечки. Настроение хорошее и сезон видится в позитивных тонах. Ну, задача, я считаю, что команда должна двинуться вперед. Мы можем где-то проигрывать, где-то выигрывать, этот спорт, этот футбол, но я думаю, что команда должна выйти на более качественном уровне. А если получится еще в Европе, то я поймаю, что вообще здорово будет. Ну, а я напоминаю вам, что вы можете задавать ваши вопросы на футбольном форуме нашего сайта ntvplus.ru. Там только специальная тема, финал программы близок, но мы еще успеем поговорить на занимательные темы. Сразу после рекламы. Вы смотрите «Футбольный клуб». Один из трендов, одна из тенденций нового сезона. В Москве и ее окрестностях, а также в Питере продолжается бурное стадионное строительство. Вот, кстати, еще в Екатеринбурге.